Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это первый слайд. Гендерная проблематика в религии не получила должного внимания в российском феминистском движении. Причина этого кроется в следующем. Существует расхожее мнение, что религия и феминизм несовместимы. И гендерные исследования, которые фокусируются на этой проблематике, настроены на критику религии как патриархатной системы. И считается, что критиковать религию можно только с позиции внешнего наблюдателя. Находясь внутри религии, критика невозможна, поскольку верующие принимают все постулаты своей религии как богатанные и патогонные зрители. Однако в западном богословии было сформировано и функционировало и функционирует такое направление, как феминистская теология. Феминистская теология занимается пересмотром характер, традиций, описаний по хроническим религии. Давайте рассмотрим основные лихи ее становления. В 1895 и 1898 годах двумя частями была издана так называемая женская Библия, как результат деятельности первой американской феминистской революции и Элизабет Стентом, американские суфражинские. Элизабет Стентом вместе с другими женщинами и христианками собирались и анализировали те места Писания, которые свидетельствуют о женщинах с целью их пересмотра в свете новой жизни революции. Элизабет Стентом, по сути, сделала комментарий к этим местам Писания. Значит, когда эта Библия была издана, против нее, как ни странно, выступили суфражистки, которые посчитали, что критика официальной религии может негативно связаться на их деятельности. Духовенство же и вовсе охарактеризовало ее как деятельность от сатаны, по словам самой Стентера. Далее мы видим, что в 1911 году был создан международный союз Шанн Тарк в Великобритании. И этот союз стремился обеспечить равенство мужчин и женщин не только в обществе, но и в ЦРП. И его участники и участницы использовали такую формулу «Молите Бога, она услышит нас». Называя Бога «Она», обращаясь к нему нестремлением «Она», они подчеркивали, что Бог выше половых различий. В 1950-х и 1960-х годах в протестантской комбинации стали случать требования о том, чтобы женщин допустили до пастырского служения. В 1965 году швейцарский богослов Гертруда Хайнсельма написала соборным отцам по случаю Второго Ватиканского собора свой манифест, который назывался «Мы не будем больше молчать». В нем она требовала допустить женщин до пастырского служения. В 1968 году американский антиолог Мэри Дейли написала книгу «Церковь и Второй полк» как католический ответ на книгу Симоны де Бруа «Второй полк». В этой книге Дейли предложила программу реформ в свете собственных феминистских убеждений. Однако ее голос не был услышан католической церковью, и в следующей своей книге «По ту сторону Бога Отца» Мэри Дейли расстается с христианством, она приходит к выводу, что его антифеминистская риторика непреодолима изнутри. Она предпокиняла церковь и призвала женщин сделать то же самое, и ей приписывается фраза «Если Бог мужчина, то мужчина Бога». Однако в 70-е годы группа теопы из США и стран Северной Европы создали феминистскую идеологию. Феминистская идеология бывает двух видов. Бывает христианская. Здесь можно выделить таких деятельниц, как Элизабет Шустра-Фюренца, Филис Триппу, Росмари Нютер и постхристианская, так называемая «feminist spirituality» — феминистская духовность. Представители феминистской духовности считают, что на смену поспулинным божествам аварийских религий придут фемининные божества, которые адекватно отражают женский опыт, и это роднит их с философией экофеминизма, поскольку эти богини женские, они мыслятся не как не противопоставляются природе, а действуют в согласии с ней. Значит, давайте выделим тогда библейские предпоследки возникновения феминистской идеологии. Согласно Элизабет Шустра-Фюренца, в основе христианства лежат два исторических события. Первое — это движение Иисуса из Назалета, движение обновления, начатое им среди иудеев Палестины. И миссионерское движение апостола Павла, которое он начал среди эллинистического населения, населения космополитического населения древней антиологии. Оба эти движения были элитарными, то есть они принимали в свои руки все слои населения, в том числе маргинальные слои, в том числе сюда включали и женщины. Согласно апостолу Павлу, в ранних христианских мужчинах женщины играли роль руководительниц и миссионерскую роль. Так, например, в послании к римлянам Фила названа Диаконисой, прискила сотрудницей о юнии апостолам, то есть разъяснение апостолам, о прославившихся среди апостолов. Здесь такой интересный момент, что некоторые комментаторы полагали, что речь на самом деле идет о мужчине, юнии, потому что женщина никак не может прославиться среди апостолов. Однако позиция апостола Павла является противоречивой. С одной стороны, он открывает дверь к служению женщины в церкви, а с другой стороны, он же и кладет пределы к этому служению. Вот мы видим его цитаты из Коринфян. Хочу также, чтобы вы знали, что жене мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бога. И так далее. Жены ваши в церкви не молчат, так не положено им говорить, а быть в подчинении, как и законы. И в послании к Ефесинам апостол Павел вновь возвращается к патриархальной форме семьи. Он проповедует патриархальную семью, поэтому впоследствии возобладал патриархальный подход в христианстве, а не эколитарный. Хотя эколитарный был бы ближе к учению Иисуса из Низавета. Елизавета Шуснаф-Фюренса, она и вовсе считает, что эти цитаты, часть из этих цитат не являются подлинными. Давайте рассмотрим, почему мы считаем, почему минерские теологи считают, что доминирование не является в согласии с учением Иисуса из Мазарета. Но в отношении Иисуса к женщинам мы можем выделить следующие моменты. Иисус не обращает к женщине специальных предписаний. Как-то, например, спасаться родами, молчать в церкви, повиноваться мужу, покрывать голову. Таковы появляются уже у Павла. Иисус также не препятствует женщинам вести тот образ жизни, который принят в культуре. Но и он как бы разрешает женщинам следовать за ним на большие расстояния. Например, это сделала Марьяна Талина. Иисуса не презирает людьми и взамен подчеркивает, что все люди могут быть разрешены. Он также не отцепляет женщинам как сексуальный объект с использованием полярности святая лудница. И он позволяет женщинам слушать свою проповедь и приветствует, когда она проповедует сама. Как, например, свидетельствует об этом его разговор с Марфой и Марией. Как мы помним, Мария сидела у ног Иисуса и слушала его. А Марфа предпочла заниматься женским делом, приготовлением обеда. И Иисус, как ни странно, приветствует именно Марию, которая предпочла его слушать. Поэтому мы можем сказать, что если Иисуса и нельзя назвать идейным порцом за равноправие женщин, также мы можем констатировать, что для него женщина – личность, которая способна воспринимать его слова. Давайте, как мы рассмотрели, социальные и библейские предпосылки, восстановление феминистской теологии. Теперь давайте рассмотрим цели и задачи. Я вот выделила вот четыре такие вот цели. Первая – это достижение религиозного самоотверждения женщины. Вторая – разработка новых принципов антилептики. Третья – деконструкция антроцентричных языка. И четвертое – обоснование женского священства. Но что касается религиозного самоотверждения женщины, то здесь что мы можем констатировать? Что существует дискриминация у женщин в церкви, которые основаны на идеях ее второсторгности? И что остается женщине, которая не согласна с этим идеями? Ей остается либо уйти, либо признать эти идеи. А вот феминистская теология, она предлагает, да, мы не признаем эти идеи, но мы остаемся в церкви и меняем что-то изнутри. Для этой цели необходимо критическое отношение не только к библейским комментариям, но и к самой Библии, поскольку есть веские основания полагать, что именно Библия не призывала к освобождению женщины, поскольку в первые века христианства именно мужчины написали дексту нового совета, именно мужчины комментировали их, именно мужчины участвовали во Вселенских соборах, а женщины в этом процессе практически не участвовали. Ну и вторая цель — это разработка новых принципов герменевтики. Для феминистской теологии характерно так называемая герменевтика подозрения. Это родни дуэс, теология освобождения. Деология освобождения — это что такое? Это латино-амбеканская теология, которая возникла как синтез христианства и социализма. И в основе критерия толкования этой теологии находится опыт гнетенных медников, а в основе феминистской теологии — опыт гнетенных женщин. Ну что это значит? Что мы считаем, что Бог благ, и он не может призывать к гнетению. Соответственно, те тексты, в которых существует подозрение, что они как-то призывают к этому гнетению, мы можем подвергнуть этому принципу подозрения, и сказать, что это нечто, принесенное людьми. Значит, четвертая задача — это деконструкция ангроцентричного языка, связанного с арамническим Богом. Здесь стоит отметить, что хотя термин «отец» в христианстве является... Хотя термин «отец» в христианстве не несет ничего противоположного термину «мать», то есть мы происходим от него, и он дает нам защиту. При патриархате этот образ любящего отца связывается с образом генетеринского папер-феминиас, который символизирует власть на человека. Ну и, соответственно, есть женские символы, связанные с Богом, даже в хриотических религиях, например, шахина, луах и софина. Шахина — это в аутоизме Божье присутствие в мире. То есть есть Бог как трансцендентная сущность, а есть имманентная сущность — присутствие Божье в мире. Глубитель нет среднего рода, используется либо мужской, либо женский род. И вот когда речь идет о Боге как о трансцендентном существе, то к нему обращается он, а когда речь идет о шахине, то обращается она. Вот что касается луах — это, можно сказать, святой дух на ибрите, и он тоже женского рода. На греческий язык он был переведен в среднем роде слова «понеума», но на русский, соответственно, мужской род. Получается, что женского начала в святой трои семьи осталось. А что касается Софии, то это самый интересный персонаж гностической философии. Он встречается в ветхозаветной литературе, а также в посланиях апостола Павла. Так, например, апостол Павел прямо говорит, что София — это одно из имен Христа, он называет Христа премудрость Божья. И это говорит о том, что Иисус Христос, вторая ипостность Троицы, он описывается в категории женского. Вот и четвертая задача фенинизмской идеологии — это обоснование женского священства. На мой взгляд, одно из последствий влияния фенинизма на религию — это появление женщин священными. Значит, женское священство в православной церкви этот вопрос также принимается в трудах православного благослового Елизабет Берси-Жей в подслужении женщин в церкви и в подположении женщин в православной церкви. В католической церкви эти дебаты и тему женского священства были официально запрещены, поскольку Папа Римский с кафедрой правослосил, что столько мужчин могут быть священниками, и таким образом он положил конец дебатам на эту тему, хотя дебаты были многолетними. А что касается протестантов, то многие протестантские динаминации уже оставили позади эти дебаты, и часть динаминаций, такие как англигане или выбиральные и литеране, это полагают женщин-священники. И первая женщина-священник была рукоположена еще в 1948 году, они обосновывают эту фразу из галаток, уже нет ни иудея, ни язычника, ни мужу-мудровского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, и во всем и на новом гости Иисусе. Идра это трактует как возможность женского священства, консерваторы как возможность спасения для всех независимых происхождения пола и так далее. Но можно подытожить таким образом, что феминистская теология это один из результатов трансформации христианского богословия на протяжении 2000 лет его развития. И если раньше теология была просто наукой о Боге в трубочках, то сейчас она вынуждена учитывать социальный и культурный контекст такой или иного индивида в тех или иных исторических условиях, то есть учитывать обстоятельства жизни людей. И если еще раз как бы подытожить, то в настоящее время в России у нас вопрос самоотношения церкви и светского общества стал одним из самых острых. Появился риан женский группа организаций, которые отвергают критики, господствующую православную моральную отношению женщины. И можно видеть, как накаляются полюса верующие, неверующие, религия, атеизм. Я считаю, что только прогрессивные перемены в церкви могут сократить эту образующуюся пропасть и что в пересмотре нуждаются многие вопросы, которые веками казались незыблемыми, в том числе и вопросы отношения женщин к церкви. Спасибо большое.